здравствуйте друзья суббота делать совершенно нечего можно было бы куда-нибудь поехать знаете там к океану жарко но вот жарко правда гаузов 33 35 ну может быть у океана там на пару градусов поменьше но в общем-то жарко и никуда так особо не хочется высказывать на сам-то куда собрался я отвечу я вам скажу скажу правду как есть еду я в офис портнов компьютерскую подобрать почту потому что вчера я там небо ты не бритый даже не побрился вчера меня там не было а вчера почта естественно в пятницу приходит и сегодня с утра вообще в субботу тоже почта ходит вы знаете я думаю поеду хоть что-то сделаю потому что во первых как-то развлечения во вторых вот с вами потрепаться если в машину не сесть и никуда не ехать то нет вот этого понимаете антураж такого в котором можно поговорить о чем-то знаете что такое ощущение что открыли джим тут у нас был спортзал машины стоят а тот вот не было машин они там знаете как интересно это джим открыли я там раньше был у меня было было членство но я бросил значит там получается так эти тренажеры на все время вытирать там эти люди ходят потерять там это все такое но а мне тренажеры дома в общем-то почти все и какие надо но бассейн нельзя в парную нельзя в душ нельзя давайте только это если вот у тебя допустим дома ну что стоим ты если тебя дома нет пары гантелек да так уже вот получается отсюда ходить но там даже даже душ нельзя такая вот жетуха на дороге никого но понятно никого это суббота тут по субботам что еще рассказать в принципе надо сказать что мы по привыкли то есть мы привыкли вот к такой можно сказать сельской жизни да то есть когда все больше дома что пойти особо некуда что ну как то так вот вроде раньше мы тусили там туда-сюда люди приезжали гости канала и как-то ну все время вот такой был круговорот людей друзья у нас в конце концов есть что мы так тоже не сирот какие вот и светлана мигать миша говорит спроси там спроси говорит если есть люди на местности вот тут на местности которые на подъем легкие то есть не за неделю договариваться а на подъем легкие и допустим любит вечером погулять и примерно нашего возраста вот допустим то есть чтобы там ну конечно бывают ребят молодые с ними тоже интересно и так далее но не мы же не видел снимаем просто просто так погулять потрепаться и так далее это спроси есть желающие вот мы тут пожалуйста любим любим потрепаться то есть и вечером погулять как-то так получается что люди нашего возраста меньше тусят чем допустим 20 лет назад вы скажете ну так и конечно внуки допустим и кроме того они поосторожнее там группа риск да там они с ковидом вот ну и здоровье слава богу там почти все живы хоть они все конечно но почти вот какая жизнь друзья вот кроме того бывают друзья которые разъезжаются потихоньку вот кто там сакрамент переехал кто-то вот тут как бы и недалеко но в то же время каждый там не наездишься там не то что 10 минут и пошли погуляли мать это уже сложнее такая вот странная ситуация получается как-то мы знаете ехали это был круиз какой-то ну и пошли покушать и там какой-то дед сидел ну такой серьезный где там для 90 из канады был где так мы с ним слово за слово а он жил в сша много лет а потом уехал канаду там мы ищем и он вдруг даем кто у тебя на друзья в америке дорогу нас полно друзей мы там это туда сюда но как-то где-то мне настроение от них портится гатик человек последним перестал вообще с ними общаться там я бы что так он говорит дала вот только тут приехал готов какой-то городок ты он там жил много лет это не там половину все поумирали мне даже никто и не сказал ведь настроение испортилось я с тех пор вообще не хочу туда ездить на все таки друзья мы еще мы еще в общем то неплохо себя чувствую так как бы да вот а да так вот я и говорю мы уже почти привыкли уже как бы желание куда-то сорваться куда-то понестись то есть как-то на мышечном уровне можно так сказать на мышечном уровне память мышь мышц знаете она так вот вроде сейчас хочется раз так на стального коня и куда-то понимаете а потом куда а кто там нет ли там толпы какой вот набережная в санта-крус например по выходным а сейчас вот жарко когда да то есть там больше народу приезжать это опасное место они там ходят ну в основном масках правда но все равно там толпа там просто тесно и даун-даун то же самое и там еще разрешают на велосипедах ехать прям по тротуару там где все гуляют матчика велосипедист у него скорость вот он как бы сказать опасней чем просто там идущий пешеход с точки зрения вот этих всех дел в общем как-то как-то нет ощущения безопасности там а когда люди ходят а можно перейти на параллельную улицу и ходить по ней но друзья по параллельной улице и здесь могу ходить мне для этого не нужно 40 минут ехать к океану чтобы уйти на параллельную улицу с которой океану не видно и по которой никто кроме нас ходить уже не хочет понимать да такая вот такая вот фигня так что мы почти привыкли если бы не было вот этого офиса в который можно съездить за почтой я уже тогда даже и не знаю как бы я развлекался вот у меня раньше была такая знаете линия жизни пойти старбакс там посидеть я люблю когда народу много вокруг шумно я никого не знаю и мне до них дела нет но какая-то вот такая атмосфера когда ты теряешься в этом шуме знаете я как человек городской в общем-то понимаешь маска город такой населенный вот и как-то вот я чувствую себя как-то вот как дома там знаете вот как другого так выхлопной трубе поднести вот он там отдышится и себя придет вот я так же вот многолюдные места люблю попадать и сейчас уже и и нет такого тоже то есть там сейчас людей никаких нет если есть какие-то там пару человек так так они снаружи сидят внутренне пускают взял там кофе свой я хочу сказать интересный конечно может быть это что-то со мной такое происходит но кофе совершенно другой сейчас то есть я могу даже сказать вот физически физическое ощущение того кофе что раньше был он был такой какой-то раньше я один и тот же беру вот один и тот же я беру там размер значит дикофенейтед там с соевым молочком тогда вот и платы платы и я хочу сказать что там раньше как-то она была ну что ли более плотненькая как какой-то такой а честно как вода просто льется ведь вот этот кофе он льется как вода и я не похожи на то что раньше разливали вот тебе франчайз вот тебе технологии вот тебе там из готовых банок вроде наливают и все такое совершенно другой кофе мы однажды вот так по нарвались со светой когда ехали на машине из вены нет из будапешта вену мы ехали и значит и там поля поля весна там март месяц поля поля и как-то не позавтракали и друг макдоналд стоит макдоналд мы знаем заходим этот макдоналд там человек 10 все американцы и значит я такого дерьма в жизни не ел ну то есть последнее что это было это был макдоналдс мы знаем макдоналдс друзья мы слава богу не первый раз там и все ну я такого не ел называется макдоналдс может быть он левый знать как в китае там магазины apple там apple store заходишь на маком магазин процентов всех apple store левые никакого отношения к apple не имеют чем торгуют непонятно вот и так короче в том же месте и может быть даже те же люди работают там эти вот разливают кофе не тот даже вот я уже не говорю там посидеть в шуме среди людей почувствовать одиночество так еще и и и пить возможно бурду какая-то фигня прям хоть сам кофе делаю было пару лет назад было сообщение о том что создано совместное предприятие между старбаксом и по-моему гуглом не могу сказать кто там был 2 по-моему гугл о том чтобы значит дронами доставлять кофе вот стал на углу да вот здесь вот на спитофоре стою дрон опускается мне чашку сбросил и ушел казалось бы нормально то есть как бы можно технически ничего сложного там нет на самом деле я думаю там гораздо больше сложностей в достижении договоренностями с всякими муниципалитетами чтобы это за раз там летала и как бы сказать не нарушала безопасность того и сего и там и с деревьями и с гражданами и там еще что миллион всякого короче вот хорошая была идея прямо для пандемии понимаете но не успели не успели а то бы сейчас вся улица стояла бы так кофе выпила такой пандемический стартап не вышло не вышло потому что большие компании это если маленький был стартапчик там денежки где-то взяли бы со стороны с того же старбакса из того же гугла рванули боже вам все все боже кофе об облились тут большие компании они не поворотливы этот человек слева на мотоцикле у меня напрягает а сейчас право ушел сказать видели да ой смертва убийцы блин не знаю хорошо друзья я рассказываю как бы о состоянии так сказать духа фактически вот это такой поток сознания по которому вы можете так сказать представить себе в каком мире мы живем давайте я может быть вы уже на меня насмотрелись тут как раз светофор красненькие сейчас встану и повернул повернуть штукенцию и повернул и вы будете у меня смотреть на дорогу вместе со мной радоваться вот этой вот ну как назвать не знаю красоте красоте вот вот как раз тут на углу кофешоп ты вот ну да ладно не пойдем в кофешоп . кофешопа много тут кофеманов столько нет но обратите внимание что вот на городской улице вот уже как бы тут это был камин и реал вот тут уже и трафик есть даже когда мы ехали после него там просто было глухо как то совершенно как-то уже оживилась хотя сказать вот куда люди идти идут куда они едут но вот реально куда они могут ехать не знаю друзья я наверно даже в офис заходить не буду просто в ящик почтовый загляну и поеду обратно вот может быть мы со светланой чего-нибудь замутим тут понимаете получается что сейчас основные развлечения вот как раньше люди там оперу ходили или там может какой-нибудь и джаз послушать а сейчас вот идешь в магазин там в корейский магазин этого тебя вместо джаза там какой-нибудь универсам там сейфлей вот это у тебя будет там рок-н-ролл а в костка пойдешь там даже не знаю там как симфонический оркестр ведь там девки ходят вообще в одних этих но даже шортами не назовешь это как купальники у них ну потому что реально жарко вот вот они там светофора листов выходит жарко жарко но другой стороны и местность у нас такая все-таки тропики знаете там субы субы тропики да хорошо вообще вот молодежь она красивая я помню мы со светлой вчера гуляли вечером то такая пара шла такие хорошие ребята молодые я бы ты видишь как как красиво вот эта молодость она год так это не как молодые светлого они как цветочки о как интересно хорошо друзья пока молодые радуйтесь молодости получаете удовольствие потому что как бы так устроено что нельзя всю жизнь быть молодым другой стороны и среднего возраста всю жизнь не получается и и постарше всю жизнь не получается вообще как бы жизнь она не бесконечна вот так что каждому дню бы и радоваться вот я считаю что каждый день стоит того чтобы радоваться потому что друзья могло бы и хуже быть тоже мы говорим вот тут у нас пандемия у нас тут пойти пойти некуда кофе не тот подают понимаете а бывает что знаете я так помню времена да уж лучше как как сейчас да есть что вспомнить друзья есть хорошо так дороги нам давно не ремонтировали читают подрезки в этой стали а сейчас в стране вообще есть такая проблема как вспышка очередная этого ковида вам в очень многих штатах какие-то опять вспышки тут даже вот какой-то университет там тетка президент в отставку подала они занятия начали 700 человек молодых ребят 700 человек за заболели зара инфицированная в отставку подала дай а их это знаете как проинструктировали что это не молодежная болезнь а такая стариковская им бояться ничего вот опять же вот там это африканцы там с латиносами пусть переживают а белому то чего белого не берет сейчас кстати пишут что какие-то есть исследования что предрасположенность к ковиду или там последствия ковида и так далее каким-то образом коррелируют с группой крови даже такие вот вещи тут час от часу не легче там все время что-то открывают у нас ладно да так что друзья каждый день стоит того чтобы как бы возрадоваться и возликовать и вот люди верующие ну я не знаю как в разных конфессиях там это мне откуда знать но в принципе допустим какой-нибудь правоверный еврей потом с утра с утра проснулся глаза продрал и возносит молитву господу говорит господи спасибо тебе что вот дал мне еще один день жизни знаете вот такая вот так такие вот друзья представление о жизни возносит молитву ну и и мы с вами тоже может как как-то по-своему не обязательно молитвами но чтобы ценили у меня отчета экран отключился вы знаете вот он так показывал мне дорогу а сейчас отключился наверно чтобы не грелась тут там какая-то надпись даже вышла на камере но что-то она мне без очков не вижу а камера на солнышке да так она прогревается я даже не знаю честно сказать она там ну да пишет спишет ведь когда экран темный там никакая лампочка не не мигает так ты спрашиваешь себя она пишет не пишет если отключится где-то друзья по ходу дела вы тогда уже без претензий значит я я уж там до болтаю свои пары минут потоком сознания поделюсь вот а если он где оборвется значит так оно и должно было бы быть пусть это не будет для вас неожиданностью да у меня с собой две камеры слушайте вы знаете что произошло когда я писал вот этого богатыря богатыря так сказать василия можно сказать потомок ильи муромца значит я его писал на камеру gopro восьмерку у себя в офисе поставил там ее и писал жалко полчаса и потом когда я начал видео делать да потом камера села там же батареек села и зачем там было и я переключился на другую диджей осмо сам которая сейчас я снимаю и значит и мы с ним пошли на улицу там посмотрели на его мотоцикл и так далее и когда я уже сел делать видео я просто обомлел потому что то что я писал на gopro друзья не записался звук я не использовал внешнего микрофона я ничего такого не сделал чтобы хоть как-то своими действиями повлиять на то пишется звук не пишется звук как он пишется чего он пишется то есть писалось на внутренний там микрофон ну то есть там есть вот это обложка камере называется обложка камере называется там мидиамод моды но в общем такая вот фигня эти она и первый раз со мной такое что она взяла и не записала звук такая жизнь уму непостижимо 500 долларов берут звук не пишет лыка не вяжет